Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но зато про большую войну Я жилые рассказы слышу Есть на свете один человек Он всегда говорит мне правду И в душе остается след Остается со мной мой прадед Прадедушка, прадедушка Он всю прошел войну От Волги до самого Берлина Прадедушка, прадедушка Он защищал страну Он защищал жену свою и сына Прадедушка, прадедушка Он жизни искал Чтобы плед запели в небе птицы И стало небо голубым И смерть не указала Чтобы мне на белый свет родиться И чтобы мне на белый свет родиться Он так рано ушел на войну Был как я Он в военные годы Побывать довелось и в плену И пройти сквозь огонь и воду Он защитником Родины стал Хоть совсем еще был мальчишкой И победу завоевал И с победою к дому вышел Прадедушка, прадедушка Он всю прошел войну От Волги до самого Берлина Прадедушка, прадедушка Он защищал страну Он защищал жену свою и сына Прадедушка, прадедушка Он жизни искал Чтобы плед запели в небе птицы И стало небо голубым И смерть не указала Чтобы мне на белый свет родиться И чтобы мне на белый свет родиться Я прадедушкой очень горжусь Мне примере у жизни подмога Но сердце не выкинуть грусть Трудно стала его дорога У меня все еще впереди И свой путь выбирать не надо Но хочу я его пройти Как по жизни прошел мой прадед Прадедушка, прадедушка Он всю прошел войну От Волги до самого Берлина Прадедушка, прадедушка Он защищал страну Он защищал жену свою и сына Прадедушка, прадедушка Он жизни искал Чтобы плед запели в небе птицы И стало небо голубым И смерть не указала Чтобы мне на белый свет родиться И чтобы мне на белый свет родиться Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Прадедушка, прадедушка Он жизнь рисковал Чтобы опять запели в небе птицы И стало небо голубым, и смерть не угасала, чтобы мне на белый свет родиться. Редактор субтитров А.Семкин За отвагу медаль я в комоде нашел. Это деда медаль, он с войны не пришел. По щеке побежала, скупая слеза. На другую медаль посмотрели глаза. На стене в целлофане парадка лисит, а на ней две медали и орден плестит. За отвагу медаль из Афгана отца он ее заслужил, ведь была там война. Мой старший брат на голове седины служил в Чечне. Она оставила свой след. Видно там, где он был без причины, не вручает медаль за отвагу, не белеет виски в 20 лет. Три отваги за храбрость вручила страна. Три судьбы, три эпохи, корень общий — война. Три медали мне свято придется хранить, чтобы верить и жить, расти и любить. Добрый день, уважаемые гости. Мы начинаем наше мероприятие, посвященное 80-летию учреждения медали «За отвагу». И сегодня мы рады видеть в этом зале уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов афганской, чеченской и других событий, школьников в нескольких тульских муниципальных центрах муниципального образования, представителей техникумов, коммунально-строительного, железнодорожного, техникумов строительства отраслевых технологий и, конечно, суворовцев. Все мы сегодня будем участвовать в очень серьезном мероприятии. Начинаем. Как уже говорилось, награда была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 17 октября 1938 года и стала первой боевой медалью в наградной системе. Изменения и дополнения вносились 19 июня 1943 года и 16 декабря 1947 года. За годы Великой Отечественной войны медаль «За отвагу» получили более 4 миллионов человек. Во время Великой Отечественной войны многие были удостоены неоднократного награждения медалью «За отвагу». Кто не знает слова Василия Теркина из одноименной поэмы Александра Твардовского? Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. И мы прекрасно понимаем, на какую медаль был согласен герой этого литературного произведения. А сейчас слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, участнику Курской битвы Евгению Тимофеевичу Шалашникову. Вы видите, у него много наград, но есть у него и медаль «За отвагу». Значит, а где и как он ее получил? Естественно, лучше всех расскажет он сам. Пожалуйста. Уважаемые ребята, дорогие товарищи, от «Солдат Победы» поздравляю вас с самой боевой и дорогой медалью «За отвагу». Я был комсомолец, и у меня в взводе были все комсомольцы, и ни один из них получил эту медаль. Уважаемые товарищи, знайте и запомните, что битвы у нас были три. Под Сталинградом, под Москвой и Орловско-Курская битва. Орловско-Курская битва была решающей, и Путин, поздравляя нас, написал, в огненной дуге решалась судьба России и будущей Европы. Запомните и знайте, что в этой битве, участвуя я, также получил эту медаль, поджег своей тульской зажигалкой, этой бутылкой со смесью зажигания, танк. В результате был ранен, контужен, но выпал все равно, и после крупного обстрела еще получил ранение и контузии, но остался жив. Уважаемые товарищи, в этой битве участвовало десятки миллионов с нашей и со стороны противника. Эта битва решала все. Она равнялась 500 километров расстоянием. И вот на этом расстоянии шла страшная кровополитная битва, которая решала судьбу матушки России. После этого наша армия никогда больше не отступала, а только наступала, а немцы шли к своему логову фашистской Германии. Мы это к Берлину. Знаете и запомните, что эта битва решала судьбу матушки России. Поздравляю вас с этой медалью и желаю вам всем здоровья, благополучия, и чтобы у вас в жизни было все хорошо и нормально. Спасибо за внимание. Среди нас присутствует еще один необыкновенный человек. Это Виктор Яковлевич Митин. АПЛОДИСМЕНТЫ В 45-м году он участвовал в берлинской операции. Ему было тогда всего 14 лет. Он был сыном полка, мальчиком-связистом. И свою медаль он завоевал за выполнение очень серьезной операции. Он сейчас об этом вам расскажет сам. Пожалуйста, Виктор Яковлевич. Ничего я не сделал особенного, потому что я был простой человек. Дела бы делал тоже простые. В то время очень по уничтожению. Я был награжден 28 апреля 1945 года. Это момент битвы за владение берлином. Виктор Яковлевич Митин. Яковлевич Митин. И, значит, у нас однородно попало в окружение. И, значит, полку принимали все задания, чтобы надо было высвободить. Ну, тут в самом Берлине дела происходили. Ну, и, значит, два человека пошли до меня туда относить задания. Это народ, которое было в окружении. Да, они погибли. Вот. Мне какая-то судьба невероятная. Я сам, да, все, я не помню. Значит, окон был. А в середине окопа шла, это самое, то бы кровь, там какое-то что-то. И он полметра был, вот это самое, от уровня, в верхней части этого самого окопа. Ну, и что мне было? Я подошел, я как, это самое, мальчишка такой прыгнул. Через этот, ну, перепрыгнул, перескочил на ту сторону, пришел этот батальон, который меня послали, передал это самое задание. Вот, оно было выполнено, рота оказалась очень быстро от вас вырождена. И вот уже этот, то есть за вот это задание, которое я выполнил, я был представлен к награждению медалью Златова. Награждение состоялось 26 апреля 1945 года. Награждение произошло 28 апреля 1945 года. А 2 мая 1945 года, в обракосновательстве, мы владели Берлином. Иван Юрьевич, а кто вам вручал, кто вам вручил, в корице, медаль? Прямо в окопе, кто вручил? Ну, в окопе, как всегда, все знают прекрасно, что в окопе, как правило, всегда у нас командир полка был. Ну, я командир полка, он у меня был в то время командир 1079-го ордена Суборозова-Култузова полка, полковник, герой Советского Союза, пехотворник Владимир Степанович. Ну, он ко мне относился очень и очень. Ну, и ко мне все относились, потому что я был мальчик. Я, кстати, всего у нас в полку было 12, вот до этого периода. Ну, перед началом вот этой операции, значит, 11 человек отправили учиться в Суборское училище, а ко мне подошли, ну, почему-то кому-то показалось, значит, вы увалили меня, чтобы я согласился на то, что мне прибавят 3 года, и я останусь служить, вот учиться. Вот я остался, и вот такой произошел. Спасибо вам, Владимир Владимирович, спасибо. Медаль за отвагу вручалась за личное мужество и отвагу, проявленное при защите Отечества и выполнении воинского долга. До начала Великой Отечественной медаль за отвагу получили около 26 тысяч человек, а в годы войны более 4 миллионов были награждены этой медалью. Среди них воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка, 6-летняя Сережа Алешков, получивший медаль за спасение своего командира. Сережа – самый юный гражданин, удостоенный правительственной награды. Медаль за отвагу без малейших изменений вошла в новую систему наград России. Сейчас ею награждаются военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и граждане Российской Федерации за личное мужество и отвагу. Субтитры создавал DimaTorzok Виктор Яковлевич сказал, что он хотел поступить в Суворовское училище. Уже в 1943-1944 году наше руководство страны озаботилось, что те ребята, сыны полка, которые воевали в Великой Отечественной войне, их нужно срочно забирать с фронта, потому что победа была близка, и определить Суворовское училище. Но он прибавил себя три года и довоевал до конца. Я вам хочу напомнить, что в Туле в 1944 году появилось одно из таких 18 училищ, которые были сформированы в 1943-1944 году. И в первый год туда были приглашены 83 мальчика из блокадного Ленинграда, 30 сынов полков. И вот за время своего существования, вплоть до 1960 года, из стен училища вышло более 900 курсантов, выпускников, которые участвовали и в парадах в Москве на Красной площади, и потом многие из них стали офицерами, учеными и достойными гражданами своей страны. Значит, суворовцы тех лет очень переживали, когда закрылось Тульское и Суворовское училище. Они неоднократно обращались и к руководству города, и к руководству области, и выше. И вот несколько лет назад, конкретно в 2016 году, благодаря усилиям нынешнего губернатора Дюмина Алексея Геннадьевича, значит, оно было открыто. И вот сегодня те суворовцы, которые пришли сегодня к нам, это уже суворовцы нового поколения. Значит, вы знаете, что во время открытия училища в Тулу приехал и верховный главнокомандующий вооруженных сил России, и президент Путин Владимир Владимирович, который вручил это знамя, боевое знамя Суворовскому училищу. И я надеюсь, что ребята, которые выйдут из стен этого славного нашего Тульского училища, будут достойными продолжателями поколения предыдущего. И из них вырастут настоящие защитники нашей великой Родины. А сейчас я хочу дать слово выступить Евгению Гречишкину, который побывал сам во многих горячих точках. Он, кажется, тесно работает и с афганцами, и с чеченцами. И вообще он замечательно поет. И с нашими ветеранами Великой Отечественной войны. Пожалуйста. Спасибо, Леон. Добрый день, дорогие земляки. От всего сердца, от всего хочу вас поздравить прекрасной с датой. Ко всех кавалеров медали за отвагу. Всем здоровья, благополучия, особенно низкий поклон нашему дорогим ветеранам. Теске мою, Полине Ивановне, дорогую нашу митину. Низкий вам поклон от всех нас, от молодых. Храняй вас Господь. И первая песня, как я говорю, исполнил Великую Вестнюю, которую я зову из кинофильма «Офицеры», посвящается двум поколениям молодежи, кто имеет медаль за два вы, наши ветераны. А песня называется «Герои двух времен». С праздником, дорогие наши. От героев былых времен Не осталось порой имен. Тех, кто приняли смертный бой, Стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь земляки Нам завещанный одним Мы в груди храним. Посмотри на своих бойцов Целый свет помнит их лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнают Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Тем, кто брал Берлин Нет в России в туле семьи такой Где б не память, а был свой герой И глаза молодых солдат С фотографий ловят, ши глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солкать, ни обмануть Не с пути свернуть Пусть мне откроют Все замки и двери Столы накроют И стакан нальют За тех, кто ждет Надеется и верит Ребята, за вас, конечно Только стоя пьют Пусть вам везет Когда почти нет шансов Когда все в жизни Брошено на кон Пусть вам везет И никаких нюансов И пусть вам светит Золото и кон Эй, за волю За судьбу, за долю За самых преданных людей За волю За судьбу, за долю За верных подруг и друзей Не грустим, земляки Молодого поколения Поплодим ребятам нашим Кавалерам за отвагу Не спать Эй, эй Дорогие ветераны, друзья Я верю в стрельбича Наша будет скоре Пройдут дожди И талая вода Дорогие наши Пусть никогда К вам не приходит горе И чаще Улыбается судьба За тех, кто не продаст И не забудет Я пью до дна И повторяю вновь Родные мои Грани вас Бог Пусть рядом с ума не будет Наша вера Надежда И любовь И вы наш ветераны За волю За судьбу, за долю Эй, эй За самых преданных людей За волю За судьбу, за долю За верных подруг И друзей Опа, она же Подружка потепляла За волю За судьбу, за долю За самых преданных людей Валера Поветелел За волю За судьбу, за долю За верных подруг И друзей За друзья Надежда И верна Ребята, за вас Вечером прикол Сто грамм Заговорил, за свадьбу За вашу здоровье Ребята Дорогу вам всего Поветел, кому хорошего Вот он упал Слава Богу А то сидел, грустил За богу, за вас Ребята Эх За волю За судьбу, за долю За судьбу, за долю За самых преданных людей Валера Поветелелел За волю За судьбу, за долю За верных подруг И друзей За вас, ребята За волю За судьбу, за долю За самых преданных людей Поветел, за волю За судьбу, за долю За моих и ваших За верных подруг И друзей За вас, ребята Молодежь Аплодируем Гололерам Диски по клуб Оттаж от сил Дай вам Бог, ребята Тезка Спасибо, родной Спасибо большое Дорогие друзья В 1954 году Медали за отвагу В связи с 50-летием Героического боя Крейсера «Варяг» И канонерской лодки «Кореец» получили Все оставшиеся в живых На тот момент Расскажет об этом Историческом событии Заведующая модельной библиотекой Номер 3 имени Всеволода Федоровича Руднева Татьяна Юрьевна Встречаем Вы сидящему в зале Я думаю, не надо рассказывать Это исторический факт А вот молодежи Интересно послушать Потому что Вот вы вдумайтесь Вообще это прецедент, да? В 1904 году Произошла знаменитая битва Крейсер «Варяг» И японских крейсеров Апортач Мульпо А награждены они были Медалью за отвагу В 1954 году Другой страной Другим правительством Вы согласны со мной Что по достоинству Был оценен этот подвиг? А случилось очень просто В 1944 году Военный журналист Пономарев Оказался волей судьбы В Славути Житомирской области Его на посту И определили К какому-то старичку Разговорились Старичок просто В своей беседе упомянул А как воюют моряки? Мне вот интересно Какие они теперь Современные моряки? Пономарев начал ему рассказывать А потом спросил Дедушка, а вы Почему интересуетесь моряка? И может быть у вас дети служат Или что-то на фронтах воюет А он и говорит А я защищал Россию В 1904 году На крейсере Варяг Вот с этого все и началось Журналист сделал свои записи В 1944 году По окончании войны В 1946 году В Комсомольской правде Вышел его очерк В котором он рассказывал О том, как свела его судьба С бывшим матросом Крейсера Варяг Войцеховским Антоном С этого все и началось В редакцию Комсомольской правды Стали поступать письма Откликнулись варяжцы Которые были на тот момент Еще живы Оказалось, что их не так уж и мало Моряков Варяга И корейцы, которые дожили До 50-х годов Многие из них Воевали даже В Великую Отечественную войну К сожалению, до 54-го года Дожили не все Награждено было всего В два этапа В 1954 году Президиум Верховного Совета СССР Издает указ О награждении Медалью за отвагу Матросов Экипажи крейсера Варяг И канонерской лодки «Кореец» За личную храбрость Проявленную в бою В порту Чемульпо В 1904 году 27 января По новому стилю 9 февраля Первая партия Было награждено 15 Затем в августе 1954 года Наградили еще 30 человек И в 1955 году Оставшиеся пятерых Всего было награждено 50 человек Очень приятно знать Что трое моряков Варяга Наши тулики Были также награждены Медалью за отвагу Это Чибисов Поликов И Кузнецов Так что гордитесь Не только Современными Нашими героями Героями Великой Отечественной войны Других военных Локальных войн А просто вот Задумайтесь об этой истории Будет интересно Загляните в книги И почитайте Историю нужно не слушать Ее нужно знать Читать И понимать Спасибо большое Почти 40 лет назад Отделяет от другой войны С которой неразрывно Связана судьба Наших земляков Более 3000 туликов С честью выполняли Свой воинский Интернациональный долг Преданно служа Своему Отечеству К великому сожалению 82 из них Погибли на поле боя Многие ушли из жизни В последующие годы Мужество Самопожертвование И доблесть Проявленное уроженцами Тульской земли Многократно отмечено Государственными наградами СССР Наградами Демократической Республики Афганистан Трое Евгений Высоцкий Павел Грачев Сергей Филипченков Удостоены Высокого звания Героя Советского Союза В боях Афгана Были первыми Смерть презирая Шли вперед Живем Тоже награжденному Медалью за отвагу Руководители музея Которые находятся рядом На углу Проспекта И Советской Синицыну Вячеслав Владимировичу Пожалуйста Добрый день После ЧП Двумя танками Мы догоняли Свой батальон И На одном из перевалов Мы увидели Как Нашу колонну Долбит Долбит С огневой точки Машины горят Ребята Отстреливаются Сопровождение У них никакого не было Обычно всегда Когда шли Куда-то То Сопровождали Колонны танки БТР БМД БМП Это как-то так У них получилось И вот мы Двумя машинами Одну поставили Блокировали На моей машине Я был На моей машине Командир Командир танка Командир взвода Мы выехали На середину Развернулись И подавили Огневую точку Противниц Я скажу Ребята так У нас был Пример Ветерана Великой Отечественной Войны Мы воспитывались На фильмах На общении С ними Сейчас слышали Как они выступали Скромно А чего это я Я ничего не сделал Такого Вот вам Простые люди Именно Те герои Про которых Вспоминают К сожалению Только когда вспоминают Нерегулярно Это к сожалению Кстати знаете о том Что медаль за отвагу Она наверное единственная Которая Перешла в современный Наградной Как говорится Отдел Из наград СССР Потому что Те награды СССР Они были укразнены Еще бывшим президентом Как по-моему Когда президент А был Медведев Что вам хочу сказать Ребята Берегите себя Берегите своих родителей Учитесь Потому что Видите Обстановка в стране В мире Непонятная Каждый день Может принести Неизвестно что Неизвестно как И будьте готовы К защите своей Страны Своей родины Потому что Если вы ее не защитите Ее никто не защитит А покоренная страна Она никому не нужна Здоровья вам Спасибо Еще одного Участника Афганской войны Дефирейтера Пограничных войск Пулеметчика Который Три года Воевал В Афгане Сергей Подлубняк Пожалуйста Добрый день Я почти как моряк Три года Практически Отслужил Родился я В Молдавии В простом городишке Недалеко от Бельц В 86 Как помню 20 ноября Призвали меня В Байран войска Сначала попал На заставу Где-то Три месяца Отслужил А потом В конце 86 Года В декабре Правительство России И комитет госбезопасности Приняли решение О создании Специальных подразделений По защите наших границ В районе Зеленки Так называемой 100 километровой зоне От наших границ Наша ответственность Это была от границы В сторону Афганистана 100 километров В московском Пьяношском Термесском Киркизском Так-то Базарском Отрядах Были созданы Специальные подразделения По 250 человек Которые должны были Там при каждом подразделении Был вертолетный полк Извиняюсь В случае Атаки Нашей границ Или угрозы Обстрела Наших территорий Должны были Выдвинуться Окружить Бандформирование И в течение Суток Должны были Удерживать его До подхода Основных частей Уже танковые подразделения Пикота И так далее Я был Пулеметчиком Если кто-то Что-то понимает Находился В первой Волне высадки То есть Первые борты Которые шли Захватывали Основные сопки Доты Дзоты Окопы Вот Я в этой волне Шел Ну Наш командир Говорил так Сергей Не бери Много продуктов Не знаешь Что будет Вечером Будешь ты кушать Не кушать Бери больше патронов И мы брали патронов По трем категориям Первое Это Боезапас Основной Второе Это Чуть больше Боезапаса Когда можно было нести И третий Как можно больше Когда уже Не можешь нести Но все равно берешь Потому что Ни зато не знают Что будет до вечера Две тысячи Боезапаса Это у меня был Минимальный комплект На пулемет Был второй номер У него было Десять рожков Ну и Где-то Пятьсот В пачках По сто двадцать Патронов На всякий случай Медаль за отвар Я в восемьдесят восьмом Году получил Так получилось Что начали Обстреливать Наш Ну не наш Наш советский Город Пянш Поступил приказ Срочно Выдвинуться И Десять Ми-восьмых Десять Двадцать четвертых Вылетели На окружение Банды Зажали их Возле кишлака Четыре основные Сопки Мы Сходу Захватили И на пятую Вот мы шли уже На высадку Там уже Как бы были подготовлены Начался ответный Гон При высадке Один борт У нас был сбит Правда все Остались живы Как бы Успели А мы Вторым бортом Уже садились На их выручку И сразу же При высадке Где-то метров Сто Сто двадцать Начали Обстрел И я как Пулеметчик Я даже не знаю Как произошло Сразу же Открыл окон При высадке Уничтожил Расчет Пулемета И гранатометчика Который хотел Уже сбить Второй вертолет Ну и там уже Впоследствии Уже подошли Советские войска Пехотные Части Извиняюсь Выражение Мы чуть-чуть Себя погранвойска Отделяем От советских И уже Я служил Корректировщиком По подавлению Основных Уже оставшихся Точек В этом кишлаке Вот за этот эпизод Я был награжден Медалью за отвагу Ну а так Что могу сказать Я даже никогда Не думал Что я попаду На войну Дед как-то Рассказывал Что было вот такое Но в основном Рассказывал Смешные истории Никогда не останавливался На ужасах войны Кино даже не передает Того Что происходит На войне Даже невозможно Передать этого Надо только Поучаствовать Но не дай бог Кому-то туда попасть Но я думаю Что наше Молодое поколение Не хуже Послужит В случае Каких-то Конфликтов В случае Нападения На нашу страну Я в этом уверен Смотря По зале По лицам Наших ребят Спасибо Пригласить на сцену Одного товарища Николая Алексеевича Жукова Он прочитает Стихотворение Которое написал Про медаль за отвагу Но он сам тоже Участвовал В Сирии Был И сегодняшний Возглавляет Союз писателей Тульской области Так Николай Народный поэт Благодарю Евгений Гречишкин Россия Я вообще Просто преклоняюсь Перед вами Которые награждены Медалью За отвагу У меня за Сирию У отца была За отвагу Но я думаю Что у меня впереди Все еще Как и у молодежи Которая здесь Находится К 80-летию Медали За отвагу Ее солдатское величие Когда был пан Или пропал Зашло на дальнем Пограничье В боях У озера Хасан Медаль солдата За отвагу Прошла Дорогами Войны И мой отец Берег награду Которой Не было Цены И штрафники Совсем Без страху Позор Свой кровью Чтобы смыть На грудь Ловили За отвагу Когда хотелось Просто жить И понял Враг Под русским дулом Как нам Отчизна дорога Их три погибели Согнула Орловско-Курская Дуга В ущельях Жаркого Афгана И где Сирийская Печаль Себя покрыла Вечной славой Солдата Главная Медаль Пусть в мире Все еще Тревожно Но ветеран Страны оплот Когда Россия Ищет Надежен Непобедим В веках Народ Вперед Россия С отвагой Вперед Три поколения Участников Военных действий Великая Отечественная Война Афганская Война А есть еще Чеченская Война Она Самая Кровопролитная Самая Жестокая Она Была Первой Была Вторая Многих Семей Это коснулось Кто-то Навсегда Остался Там Кто-то Вернулся Кто-то Пришел Инвалидом Все эти Люди Достойны Нашей Памяти А сейчас Я хочу Предоставить Слово Старшему Прапорщику Дульского ОМОНа Кавалеру Двух Медалей За отвагу Епифанову Андрею Николаевичу Здравствуйте Уважаемые Земляки Уважаемые Ветераны Великой Отечественной Войны Афганистана Медаль За отвагу Нас всех Связывает В единое Целое Мне удалось Посчастливилось Или пришлось Пройти Обе И первую И вторую Чеченские войны За первую Чеченскую войну Был награжден Медаль За отвагу Был награжден Второй Медалью За отвагу Во вторую Чеченскую войну Во вторую Войну Случился Такой Эпизод При Освобождении Одного Из горных Дагестанских Сел Были Сформированы Штурмовые Группы Для Освобождения Села Но Сложный Горный Рельеф Местности Позволял В темное Время Суток Боевикам Вырваться Из окружения И не только Вырваться Но еще И выйти В тыл Нашим Наступающим Подразделениям Что Нельзя было Допустить Ни в коем случае Командованием Было принято Решение Сформировать Небольшую Группу Из запахных Бойцов Четыре Человека В которые Вошел Я И В горах Солнце Село Все Наступила Ночь Ничего Не видно То есть Необходимо Было Учесть Все Рельефы Местности Все Возможные Пути Были Заняты Позиции Учтены Сектора Обстрела И С наступления Темноты Боевики Попытались Прорваться Но Что они там Себе Невыдумывали Ничего не вышло Они были Встречены Огнем Понесли Потери И Отступили По итогам Операции После Освобождения Села Было Принято Решение Наградить Группу Из четырех Человек Медалем Затвал В том числе Был Награжденный Я Вот такой Эпизод Спасибо А сейчас Перед вами Выступит Почетный Гражданин Города Тулы Поэт Участник Контртеррористической Операции На Северном Кавказе Который Три раза Выезжал В район Боевых Действий Валерий Георгиевич Хадулин Дорогие Дорогие друзья Мы присутствуем При очень большом Знаменательном Событии Необычном Событии Отмечаем Восьмидесятилетие Высшей Солдатской Награды Медали Затвагу И мы должны Сказать Спасибо Организаторам Этого Замечательного Мероприятия Мероприятия Да В моей жизни Были такие Эпизоды Когда я выезжал На Северный Кавказ Ну Не как Участник Боевых Событий Хотя у меня Вот объявили Значит Участник Контртеррористической Операции Действительно Так У меня есть Документ Насчет Этого Меня пригласил Был такой фонд Женская забота Когда жена Узнала О моем намерении Уехать В Чечню Она спрятала Паспорт Но Я его Нашел После долгих Поисков Отправился Вместе С солдатским Эшелоном И Выступал Перед солдатами С чтением Стихов Это были Незабываемые Дни Огромные Аудитории Солдатские Слушали Нас И в частности Меня И до сих пор Хотя уже прошло Почти 20 лет Встречаются Люди И говорят Мы вас помним Вы были Вот там-то 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 Вы выступали Перед нами Потому что Вот это вот Боевое Братство А я Считаю Причастным К нему Потому что Я являюсь Членом Союза Десантников России И членом Всероссийского Ветеранского Общества Боевое Братство Оно Никогда Не Увидает Я прочту Вам несколько Стихотворений Навеянных Мне Этими Поездками Я лечу Над Аргунским Ущельем За бортом Красота Как в кино Только Сердце Полно Невесельем Мое сердце Тревоги Полно Там Внизу Жаркий Бой Полыхает На Развилке Горных Дорог А над ним Наш Ми-8 Порхает Как заблудший В ночи Мотылек Громыхает Мотор Разогретый Вертолет Опускает Свой нос А за ним Тепловые Ракеты Как Жар Птицы Пылающий Хвост Облака Чередой Серебристой Уплывают В затуманенный Лох Наклонился Пилот К борт Радисту И припал К пулемету Стрелок Там Внизу Затаились Бандиты Под прикрытием Каменных Стен Мы могли Быть Убиты Избиты И могли Быть Захвачены В плен С окончанием Командировки Когда Время Прощаться Пришло Генерал Командир Группировки Вдруг Признался Что нам Повезло И ходил Сам не свой Целый день Я Сам себя Успокоить Не мог У меня От такого Везенья Холодок По спине Холодок Здесь И солнце Кажется Усталым Светится Едва Сквозь Пыль Дорог Здесь Мета Земля Напичкана Металом Как Изюмом Праздничный Пирог Здесь В горах Машины Дышат Тяжко Движется Тяжелая Броня А на ней В тельняшках Камуфляжках Стриженная Наша Ребятня Скачет Водопад В зеленой Раме А вокруг Куда ты Не взгляни Горы 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 Над горами Днем На солнце Вечером В тени Слышится Далекий Гул Разрыва Вместо Дальней Песни Чебана Я сказал бы Как же Здесь Красиво Я сказал бы Если б Не война А пока Вы нас Простите Горы Будет Время Отомкнем Штыки И забыв Все распри И раздоры Мы придем Сюда На шашлыки И еще Одно Стихотворение Это Памяти Погибших Наших Войнов Пять Килограммов Капитан Четырем Четырем Талюкам Было Присвоено Звание Героя Российской Федерации Посмертно Это Военный Контрразведчик Капитан Сергей Сергеевич Громов В ожесточенном Бою В Грозном Он Вступил В бой За зданием Многоэтажного Дома В котором Заселили Боевиков Уничтожив Двух Снайперов Он получил Сам Смертельное Ранение Сержант Командир Отделение Полка Особого Назначения Витя Сергей Александрович Бурнаев Закрыл Своим Телом Брошенную Боевиками Гранату И спас Своим Телом Своих Товарищей Старший Лейтенант Милиции Дмитрий Евгеньевич Горшков Выносивший Раненого Товарища И не Покинувший Поле Боя После Смертельного Ранения Лейтенант Евгений Юрьевич Рындин Прикрывал Отход Раненого Товарища Сам Был Ранен Схвачен Боевиками И подвергся Зверским Пыткам Сегодня В этом Зале Присутствуют Семьи Погибших Ребят С честью Выполнивших Свой Воинский Долг До конца Среди Них Юрий Владимирович Рындин Отец Героя Валентина Петровна Громова Вдова Героя Сергея Сергеевича Громова Галина Сергеевна Боровская Мама Потерявшая Сына Внимание На экран Ты знаешь Так хочется Жить Наслаждаться Восходом Багряных Жить Чтобы просто Любить Всех Кто живет С тобой Рядом Ты знаешь Так хочется Жить Просыпаться Просыпаться С тобой На рассвете Земля Иконки Сварить Пока Жесть Спят Все На свете Ты знаешь Так хочется Жить Жить Не напишут В газете Вязь И все Раздарить Жить Чтобы Помнили Дети Ты знаешь Так хочется Жить Никогда Тебя Не дали Встать И всем Объявить Я вернусь Даже Если Время Я вернусь Из великих туляков, награжденным медалью за отвагу, был Иван Антонович Леонов. В 1943 году, после тяжелого ранения, он потерял руку, но не перестал летать. Он уговорил командующей армии Громова, чтобы разрешил летать на самолетах и воевать дальше. Он доказал и убедил командующего, что его руками изготовленный протез позволит ему еще послужить Родине. После войны он несколько лет работал первым секретарем Центрального районного комитета комсомола в городе Мценск. А потом много лет руководил детскими домами, где воспитывал ребят и учил их жизни. Более 10 лет его имя носит школа номер 70. И уже сотни юных леоновцев, которые имели возможность общаться с ним. 10 лет. А сейчас внимание на экран. Я очень и очень сожалею, что я не смогу лично поприсутствовать на этом юбилее из-за своей малой подвижности, из-за своих болезней. Ну, как мне хотелось бы вместе со всеми этот юбилей провести присутствие близких мне людей, авиаторов, тех, которых будет много. И хотелось бы всем пожелать здоровья, счастья, благополучия в жизни и многих-многих лет здоровой жизни. Я думаю, что мое пожелание будет исполнено полностью. К большому сожалению, ветераны уходят. Иван Антонович Леонов, Василий Никифорович Корольков, тоже имеющий две медали за отвагу. Анатолий Николаевич Куц, Милова Нина Гавриловна, имеющая медаль за отвагу, капитан-лейтенант железнодорожного транспорта, участница войны. Роденкова Евгения Петровна, участница обороны Тулы. К сожалению, уходят уже ветераны и других войск, войн. Кто-то от ран, кто-то от болезней. Очень жаль, что наше молодое поколение лишается возможности живого общения. Но на место ушедших, я надеюсь, ушедших на небо, встают новые и новые. И участники следующих войн, они готовы и приходят и в школы, и в учебные заведения, в техникумы, с тем, чтобы донести правду. Правду жизни про нашу страну, с тем, чтобы у ребят не было никаких сомнений, что мы вживем в самой честной и справедливой стране. Несколько лет назад я написал маленькое стихотворение, обращенное именно к ветеранам Великой Отечественной войны. Но я сейчас его прочитаю, имея в виду и ветеранов последующих войн и конфликтов. Родные наши ветераны, от смерти спасшие страну, все ваши беды, боли, раны напоминают ту войну. Живите долго рядом с нами, учите Родину любить. Встречайтесь чаще с пацанами, чтоб завтра мир им защитить. Чтоб их не мучили сомнения, что Родина всегда одна. И чтоб не встали на колени, услыша, не дай Бог, война. Ведь за свободу надо драться из года в год и каждый день. Пусть поколение наше братство и дальше будет, как кремень. Спасибо. А сейчас я приглашаю на сцену солист Татульской областной филармонии Сергея Лукнянчикова, который тоже объездил все горячие точки и поддерживает ребят в самых сложных условиях. Спасибо. Большая честь здесь выступать сегодня перед вами. Эта песня посвящена всем погибшим ребятам во всех войнах на нашей земле, за нашу Родину. Как наяву передо мной картина, Написанная в огненных тонах, Где мой братишка от осколков спину У друга умирает на руках. Февраль, Чечня, Аргунское ущелье И из-за его взбесившихся огней Земля России стала ты постелью Для тысяч своих лучших сыновей. Беречь Россию — это дело свято, Здесь наши мамы, дочери живут. Дай Бог здоровья русскому солдату И сил, чтоб не покинуть свой ряду. Они любили, но недолюбили, Они тебя спасали и спасли. А чёрный ход, что больно тебя били, Но победить ни разу не смогли. По всей России до крови избитые, Но не сломившиеся от роковых минут, Белеют обелиски из гранита. И нас в труду и совести зовут. Беречь Россию — это дело свято, Здесь наши мамы, дочери живут. Дай Бог здоровья русскому солдату И сил, чтоб не покинуть свой ряду. Беречь Россию — это дело свято, Здесь наши мамы, дочери живут. Дай Бог здоровья русскому солдату И сил, чтоб не покинуть свой ряду. Дай Бог здоровья русскому солдату И сил, чтоб не покинуть свой ряду. Дай Бог здоровья русскому солдату И сил, чтоб не покинуть свой ряду. И сил. А сейчас я хотел бы подарить эту песню Тем ребятам, которые встали уже на путь военный И хотят еще встать. Станьте героями в наших вооруженных силах! Если ты духом крепа Мечтаешь стать военным Жить по законам армейским Стать воином храбрым, верным Знай, что это почетно Защищать родных свои жизни Быть народным героем Стать щитом России Стань настоящим героем Вооруженных силах Знай, это почетно Защищать рубежи России Если с воздуха суши или моря Враг внезапно напасть захочет То, наткнувшись на щит России Нападать он уже не сможет Кто к нам с мечом от меча и погибнет Так у нас говорят в народе Если ты настоящий мужчина То послушаешь о честь не родине Стань настоящим героем В вооруженных силах Знай, это почетно Знай, это почетно Защищать рубежи России Знай, это почетно Стань настоящим героем Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, подходит к концу. Мы благодарим всех, кто сегодня пришел. Мы с вами пишем историю новой России. И чтобы эта история сохранилась в архивах, мы приглашаем, дорогие гости вас всех, на сцену для общей дружной фотографии. Прожектор шарит осторожно по пригорку, И ночь поэтому нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, Который месяц не расстегивал ремни. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, В кесете выше, там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, В огнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели, Письмо от матери до горст родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, Мы даже сердце, как инзе, не берегли, Что пожелать тебе сегодня перед воем. Ведь мы в огонь и дым идем не для наград, Давай с тобою поменяемся судьбою, В огнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не гордясь, Жильем случайным расставаться не скорбясь. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус Сто грамм с прицепом надо выпить за тебя, Покуда тучи над землей еще теснятся, Для нас покоя нет и нет пути назад. А чем с тобой мне на прощанье обменяться, В огнем не глядя, как на фронте говорят. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...